Я приветствую телезрителей RTVI. Это программа «Специальное интервью» и с вами корреспондент по международной политике Андрей Федотов. Сегодня у нас в гостях директор департамента по международной кооперации и лицензированию внешней торговли Минпромторга России Роман Чекушев. Роман Андреевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я предлагаю начать с такой более глобальной темы, которая касается скорее работы именно Министерства. В 2018 году торговые представительства перешли от Минэкономразвития к Минпромторгу. При этом еще в 2016 году Минэкономразвития заявлял о создании торговых домов. И вот после этого никакой информации СМИ, насколько я вот отследил, не появлялась о том, какая судьба у этих торговых домов сейчас. При этом торговый дом, он в принципе похож чем-то, наверное, на торговое представительство. Я вот хотел вас как раз узнать, ведется ли сейчас работа по торговым домам и в чем ключевая разница между торговым домом и торговым предстоитом. Ну, во-первых, торговый дом это некая институция, которая может быть как государственной, так и частной. Поэтому долго, конечно, обсуждались вопросы, связанные с созданием государственных торговых домов. Вы помните, что такой опыт был в Советском Союзе. Некие внешнеторговые компании, которые аккумулировали в себе потоки экспорта и импорта в отношениях с теми или иными странами, либо по тем или иным отраслям. И поэтому, безусловно, эта тема является предметом обсуждения регулярно и у Минэкономоразвития, и у нашего министерства, и в целом правительства Российской Федерации. Что сейчас делается в этом направлении? Во-первых, вы абсолютно верно сказали, что в текущих условиях торговые представители зачастую выполняют функцию, отдельные функции торговых домов, поскольку обеспечивают посредничество между российскими экспортерами и покупателями продукции российской на внешних рынках. Второе, они, конечно, помогают с точки зрения маркетинга, продвижения российской продукции на тех рынках, где они есть. То есть они в последние годы уже стали обеспечивать не только государственную функцию, имея в виду переговоры с официальными органами, но и быть максимально интегрированными бизнес-процессами. Второе, это работа, которая ведется Российским экспортным центром по созданию собственных зарубежных представительств. Они ежегодно, количество таких представительств увеличивается. Сейчас их 11 в планах открытия еще представительств. И их задача как раз максимально обеспечить вот это торговое взаимодействие между российскими экспортерами и компаниями на целевых рынках. Вместе с тем, безусловно, сейчас есть те рынки, те иногда даже континенты, примером такого континента может являться африканский континент, где существуют определенные сложности, которые необходимо решать путем консолидации продукции, имея в виду логистику. Ну, например, объективно мы понимаем, что чтобы поставить экономически эффективно партию товара, она должна быть, ну, обладать неким объемом, потому что один контейнер везти на отдельной лодке, например, это дорого и неэффективно, и никто за это не возьмется. То же самое касается и расчетов, поскольку мы активно за последние полтора года выстраиваем систему расчетов и в национальных валютах, и в валютах третьих стран. И эта система только еще предстоит быть такой стабильной и установленной в отношении каждой из стран. Но, безусловно, такие финансовые потоки невозможно на балансе платежном выстроить с любой страной, например, того же африканского континента. Здесь нужна агрегация и консолидация продукции в обе стороны, как в сторону экспорта, так и в сторону импорта. Поэтому мы, конечно, и на форуме «Россия-Африка» обсуждали необходимость создания такой торговой компании, торгового дома, его как угодно можно назвать. Подходим к этой мысли, но надо отметить, что наши предприниматели крайне активны, и уже несколько компаний работают на принципах торгового дома на африканском континенте. Поэтому эта работа ведется. Принимать решение, делать ли отдельную инфраструктуру как государственный торговый дом, наверное, можно, но здесь есть и много других рисков, поэтому будем смотреть от рынка к рынку. Ну вот как раз про торговые дома. Это вообще, конечно, торговая компания звучит так, в стиле Ост-Индской торговой компании. Не приведет ли это к чрезмерной бюрократизации процесса? Потому что, с одной стороны, у нас есть торг-предство, есть, собственно, торговые дома. Параллельно у крупных компаний, как госкомпании и частных, там, как у «Русал», например, у них есть свои торговые представительства тоже, именно в странах, куда они экспортируют. Там у «Акрона», у «Русала», у «Ростеха», одновременно у «Рособранный экспорт» тоже есть свои отдельные. Я довольно часто общаюсь с разными людьми из сферы торговли, но больше не крупных госкомпаний, но в том числе и среди более мелких, таких средних предпринимателей, среди трейдеров. И они в какой-то степени стептически даже к этому настроены, потому что у них создается ощущение, что государство хочет аккумулировать вокруг себя процесс экспорта. При том условии, что экспорт до этого шел, как соблюсти баланс между этой бюрократизацией, которая может в какой-то степени отрицательно сказаться на процессе экспорта, и инициативой помочь частному экспортеру, чтобы он не опасался, наоборот, государственной помощи. Как сделать так, чтобы проходило все это эффективно? Ну, во-первых, вы абсолютно правы, создание дополнительных структур просто ради того, чтобы направлять через них товары, либо документы, либо обеспечивать проведение переговоров только через них, конечно, нецелесообразно. И этим заниматься никто не будет из наших коллег по правительству Российской Федерации и других министерствах. Вместе с тем, такой торговый дом может исключительно только решать отдельные проблемы, которые возникают. Я уже выше о них сказал. Логистика, расчеты, консолидация судовых партий и так далее. В случае, если бизнес самостоятельно решает эти задачи, и в отдельных случаях, как я уже говорил, действительно успешно решает эти задачи, участие государства здесь не нужно. Только если применить некий инструмент государственной поддержки, который есть в рамках национального проекта международной кооперации «Экспорт», либо в рамках отраслевой поддержки, которая в государственных программах есть у каждого министерства. Если же задача не решается отдельным предпринимателем, либо группой предпринимателей, тогда мы будем на площадке правительства обсуждать с коллегами о создании таких институций. Самоцели такой ни в коем случае нет. И уж тем более никто не говорит об какой-то монополизации внешней торговли со стороны государства или неких государственных органов, министерств или ведомств. Ни в коем случае, ну и с учетом тех складывающихся сегодня экономических и геополитических отношений, это может быть и даже вредным для наших компаний, которые научились и в текущих условиях работать, и зачастую успешно работать на внешних рынках. Наша задача, наверное, в первую очередь, и бизнес, вы правы об этом тоже скажет, не навредить тем связям торговым, которые уже состоялись. Поэтому, еще раз резюмирую, ни в коем случае мы со своей стороны, по крайней мере, предлагать решений институциональных, которые нарушат текущие торговые связи, либо заставят направлять потоки только через какую-то определенную институцию, принято не будет. Ну и более того, у нас очень эффективно и успешно работает группа российского экспортного центра, несмотря на санкции, в которые они одни из первых попали в прошлом году. Одним из главных, наверное, достижений является то, что мы сумели сохранить все институты поддержки экспорта, начиная от веба, заканчивая теми институтами развития, которые входят в группу компаний. Они продолжают предоставлять меры поддержки государственной, они продолжают организовывать бизнес-миссии выставки, продолжают страховать наши сделки на приоритетных рынках. Поэтому система работает, механизмы есть, наша задача развивать эти механизмы. А планируется ли создавать, может, какие-то филиалы, например, да, это уже РЭЦ и ВЭБ в регионах России, то есть именно субъектов РЭХ, потому что они тоже же экспортируют многие продукции, и во многом, наверное, затрудительно взаимодействуют с РЭЦ и ВЭБом, когда их офисы находятся в Москве, а, грубо говоря, есть какие-нибудь предприятия в Примоле, там, на Дальнем Востоке, которые тоже хотят наращивать свой экспорт. Вот тут рассматривается ли вариант создания каких-то представительств РЭЦ для упрощения взаимодействия структур с предпринимателями? Ну, первое, такие представительства уже есть, они созданы в крупнейших регионах, не во всех абсолютно. Второе, существует система центров поддержки экспорта в регионах, сейчас 82 субъекта обладают собственным центром поддержки экспорта. Это структура региональная, она создается либо Министерством экономики, либо Министерством внешних связей в зависимости от структуры регионального правительства. В том числе существуют меры финансирования этих центров поддержки экспорта, этим занимаются наши коллеги из Министерства экономического развития Российской Федерации. Третье, у нас же в каждом регионе существует Министерство промышленности или министерство, на которое возложены функции по поддержке промышленности и торговли, и мы раз в две недели, раз в три недели собираем наших коллег конкретно по темам внешней торговли, рассказываем их о тех новациях, которые существуют не только в нормативном плане, но и с точки зрения стратегии или даже тактики дальнейшей работы на внешних рынках. Коллеги эту информацию распространяют среди бизнеса, то есть такие механизмы взаимодействия, они налажены, и вот российский экспортный центр с этого года стал внедрять практику проведения региональных совещаний окружных с нашим участием, с участием коллег из Минсельхоза, Минэкономразвития, чтобы провести формат такого мозгового штурма, обсуждение, что еще требуется бизнесу для улучшения внешней торговой их системы и какие, может быть, существуют дополнительные запросы и потребности у бизнеса. Такую работу и мы в министерстве проводим несколько раз в месяц, мы конкретно по экспортной повестке работаем в регионах. Да, вот как раз вы упомянули несколько национальных проектов, есть же федеральный проект промышленный экспорт. И вот расскажите, как сейчас проходит работа по этому федеральному проекту, планируют ли его продолжать, может, как-то модернизировать, добавлять новый функционал внутри проекта, и как идет работа по выполнению TPI внутри проекта, получается ли успевать к установленному году или нет? Ну, федеральный проект построен у нас следующим образом. Он направлен на поддержку экспортеров по всему жизненному циклу экспортера, как мы говорим. То есть начиная от самой идеи и инициации, что предприятие подумало, а я могу экспортировать, либо я хочу экспортировать, заканчивая процедурой, когда уже возвращается выручка от осуществленной экспортной поставки. Мы проанализировали глубоко каждый этап такой поддержки, посмотрели, какую нужно интегрировать инструмент поддержки для того, чтобы это было экономически эффективно, либо проще. И на каждом этапе такую меру поддержки создали. Это и создание новой продукции. Здесь есть поддержка по неокрам и омалогации российской продукции для реализации на внешних рынках. Это и сертификация, потому что многие виды продукции невозможно продавать без получения соответствующих сертификатов на внешних рынках. Это льготные кредиты, которые сопутствуют абсолютно каждому этапу экспортного проекта от создания самого нового производства, заканчивая торговым финансированием, то есть финансированием покупателя нашей продукции. Это вообще очень, как нам кажется, правильный сервис, когда компания приходит на внешний рынок, не только предлагая свою продукцию и показывает, какая она эффективная, но и дает и финансовые услуги. Говорит, мы можем еще и прикредитовать вас, чтобы вы приобрели продукцию, и прокредитовать по льготной и даже зачастую нерыночной процентной ставке. Она становится гораздо ниже, чем клиент может взять на рынке в своей стране эти деньги. И это становится для него вдвойне интересно. Так работают действительно ведущие мировые экспортные державы, которой мы тоже являемся. И такую услугу мы предоставляем, включая и страхование данной сделки. И в том числе и работаем над маркетингом. И развитие проекта будет направлено на несколько составляющих. Первое, это поддержка наиболее сложных, но перспективных транспортно-логистических коридоров. Это север-юг для доступа прямого в страны Южной Азии и далее Юго-Восточной Азии. Это восточное направление, которое, естественно, активно развивается, поскольку Китай является уверенным партнером Российской Федерации. Это развитие Азово-Черноморского бассейна, потому что выход через него на Африку очевиден. Это самый быстрый путь. И, конечно, развитие северо-западных портов, портов Балтийского моря, потому что это наш доступ в страны Латинской Америки, в страны Африканского континента. Мы должны наши меры направить так, чтобы экспорт через эти коридоры был эффективен и обоснован с экономической точки зрения. Ну, безусловно, мы планируем и несколько новых мер ввести. Наша задача сейчас создавать производство, транспортно-логистические центры и даже иногда портовую инфраструктуру за рубежом. То есть таким образом мы бы хотели, чтобы российские предприятия, российские компании присутствовали не только со своим продуктом, но и своими активами, инвестициями и со своей инфраструктурой. Это позволит сделать более устойчивым нашу внешнюю торговлю и партнерам проще будет получать российскую продукцию. То есть, по сути, такое же дело как раз китайцы в плане пояса и пути, то, что они создают свои транспортные коридоры, свои порты и так далее. Абсолютно верно. А вот в контексте как раз создания собственной инфраструктуры планируется делать только за счет российских средств или с участием дружеских стран России, то есть того же Китая, может быть, который тоже заинтересован в своей транспортной логистике. Или тут, учитывая все равно определенную конкуренцию, какой бы он там ни был дружественным, все равно планируют исключительно за счет российских средств развивать такую инфраструктуру. Вы знаете, да, вопрос хороший. Модели абсолютно разные в зависимости от точек такого присутствия российских инвестиций. Вот мы уже там конкретный набор проектов с компаниями обсуждаем, и мы видим, что модели разные. Где-то компания хочет сделать абсолютно автономную инфраструктуру, которая позволит им конкурировать, как вы уже правильно сказали, с другими партнерами. Есть дружественные страны, которые всегда предлагают создавать совместные предприятия для управления такого рода активами и готовы входить в эти предприятия абсолютно на приитетных началах и инвестициями, и в части менеджмента, и в части даже той продукции, которую мы будем экспортировать. Имея в виду те страны, на территории которых мы планируем создавать такие объекты. А есть и третий случай, когда мы совместно с нашими дружественными партнерами рассматриваем возможность создания таких терминалов, либо складских помещений, либо даже производственных площадок, кластеров для того, чтобы вместе развивать рынок с совместным присутствием на этих рынках. Это, как правило, касается рынков африканского континента, латиноамериканского, латиноамериканских стран. Поэтому все модели применимы. И наша задача очень индивидуально подходить к этим процессам и ни в коем случае не... Ну, то есть стимулировать, в первую очередь, такие проекты. Мы здесь видим как раз усиление мощи и экономической, и даже некой геополитической Российской Федерации в этих странах. Поэтому такая работа ведется. Да, вот вы как раз чуть-чуть уже коснулись Китая. Я предлагаю перейти к моей любимой, наверное, теме, как востоковеда. В 2014 году начался поворот на восток. Многие эксперты, и китайцы, и другие востоковеды отмечали, что он не произошел в какой-то степени до конца, но после вот событий 22-го года уже вариантов в какой-то степени другого нет. Его нужно доворачивать. Вот в этом контексте, наблюдая за торговой статистикой, например, с такими крупнейшими партнерами, как Индия и Китай, можно обратить на значительную долю сырьевого экспорта или энергетического экспорта. Вот в этом контексте как? Сделать так, чтобы торговля не сводилась только к этому, как ее дифферсифицировать, и не только в отношениях с Китаем и с Индией, а вообще со всеми странами такого глобального Востока. И что мы можем предложить? Вот что вот странам интересно было бы у России закупать, помимо сырья? Вопрос абсолютно соответствует той государственной политике, которую мы ведем. Проект международной кооперации экспорт как раз направлен на развитие именно несырьевого, неэнергетического экспорта. Хотя вот могу сказать собственное мнение, что в принципе рост экспорта и сырьевых, и энергетических товаров сам по себе не является чем-то плохим или негативным для российской экономики. У нас огромное количество полезных ископаемых, природных ресурсов и там товаров низкого передела, которые мы в полном объеме пока еще не можем и нет в этом смысла перерабатывать на территории Российской Федерации. С точки зрения роста поставок продукции, в первую очередь машиностроения, конечно, это абсолютный приоритет, потому что машиностроение, причем абсолютно разное, оно наиболее технологичным является с точки зрения промышленного производства. И, безусловно, всегда для нас была задача конкурировать на мировых рынках со своей продукцией машиностроения. Ну, здесь мы уже успешны с точки зрения сельхозтехники, с точки зрения прицепной техники. Наши экскаваторы, самосвалы и иные виды оборудования, которые применяются при горной добыче или в работе горнообогатительных, горнометаллургических комбинатов, они все больше и больше, на самом деле, продаются в Африке, в Индии, в Китае начались поставки. То есть такая работа, безусловно, ведется, и это абсолютный приоритет. Есть отрасли, по которым нам нужно еще работать над тем, чтобы обеспечить внутренний рынок на 100%. И это, безусловно, задача более приоритетная, чем обеспечение рынков наших партнеров, хотя они неотделимы друг от друга. Ну да, их же надо еще импортозаместить, по сути, перед тем, как экспортировать что-то. Абсолютно верно. Хотя, вы знаете, нет самоцели делать 100% импортозамещенную продукцию. Какие-то узлы, компоненты, сырье, они всегда будут производиться в других странах на весь мир. И никакой экономической обоснованности замещать все подряд, ее просто нет. Это абсурдный подход. Поэтому этим никто и не занимается. Речь идет о, скорее, технологическом суверенитете, чтобы технологии по всем направлениям производства были у нас. Поэтому мы очень внимательно, кстати, работаем над химической промышленностью. Здесь нужно сказать, что огромные успехи за последние полтора-два года, и наша продукция, она все больше и больше пользуется популярностью на зарубежных рынках. Ну и, вы знаете, вот разворот на восток. Ведь восток, это не только Китай. Восток, это и не только даже страны Азии. Здесь и Центральная Азия. Это, безусловно, и регион Персидского залива. Это в какой-то степени и Турция, которая более чем на 90% находится на Азиатском континенте. И здесь у нас действительно успехи гораздо большие. Сложно оценивать только рост товарооборота с Китаем, хотя он идет, и идет большими темпами. Но Китай, вы прекрасно это знаете, с точки зрения промышленности, практически самодостаточная страна. Сложно коллегам предложить что-то уникальное. Здесь скорее речь идет о кооперационных проектах, когда какая-то часть компонентов сырья производится либо у наших партнеров, потом поставляется к нам, и мы делаем готовый продукт, либо это обратный процесс. И здесь, кстати, очень важна как раз промышленная кооперация. Ну и, безусловно, у нас большой разворот идет по лесопромышленному комплексу. Тоже, наверное, не секрет, что большинство продукции продавалось в Евросоюзе, особенно северо-западных регионов и в Соединенных Штатах Америки. Сейчас, с учетом закрытия этих рынков для наших лесопереработчиков, 100% этой продукции идет сейчас на рынке, в первую очередь, стран Востока. Ну, конечно, есть отдельные поставки и на африканский континент, они тоже растут, и в Латинскую Америку начинаем прощупывать. Но здесь рост абсолютный. Ну и последнее, о чем хочу сказать здесь, наверное, то, что все-таки в структуре экспорта в целом, вот в страны африканского региона и азиатского региона, у нас объем поставок машиностроительной продукции, которую, вот еще раз скажу, мы считаем абсолютным приоритетом, вырос с 30% до 45%, вот за период с 2014 года до, ну, сейчас по итогам 2022 уже, мы там пока 23, еще цифры такие. Вот, поэтому рост идет. И последнее, по показателям, да, вы спросили, насколько получается достигнуть цифр. Вот мы для себя ставим задачу обеспечить некий восстановительный рост экспорта, который, ну, объективно снизился в прошлом году, с учетом введения, там, одним за одним пакетов санкций, это понятно было. Нам надо до 26-го года примерно, мы так вот по этим цифрам ориентируемся, восстановить тот объем, который был до событий 22-го года, экономических событий. И дальше уже мы планируем по такой планомерной восходящей кривой наращивать объем экспорта до тех показателей, которые перед нами поставил президент Российской Федерации. Вот тоже про прород на Восток. В любом случае, рано или поздно, я думаю, Запад договорится с Россией, там, или наоборот. И вот не произойдет ли такой ситуации, что тот же самый крупный бизнес, да, российский, там, олигархи в какой-то степени, и другие предприятия, которые у них уже ведь есть, хорошие налаженные связи, там, с Европейским Союзом, там, с другими странами Запада, есть готовая логистика. Не произойдет ли такой ситуации, что вот как только все уладится, ну, может, там, лет через 10, там, или 15, просто все вернется, как бы, на свои круги, и как-то поворот на Восток немножко забудется, потому что все-таки с Востоком нужно выстраивать долгосрочные какие-то отношения, вот. Как вы считаете? Ну, мне кажется, что мы живем в уникальное время возможностей, поскольку сейчас есть и экономические предпосылки к этому, и геополитические предпосылки к тому, чтобы максимально диверсифицировать наши поставки. Поворот на Восток, как вот, если так вот громко назвать, а вообще-то это выстраивание логистики, запуск новых контейнерных поездов в Китай, это создание новой инфраструктуры. У нас же есть дорожные карты, утвержденные председателем правительства, Михаилом Владимировичем Мишустином, по развитию, там, трех транспортно-логистических коридоров, инфраструктурному развитию, в том числе и восточного коридора, который предполагает собой создание и новых железнодорожных подходов, и портовой инфраструктуры, и создание ТЛЦ. Это огромная работа, которая до 30-го, где-то до 35-го года будет проводиться, в том числе с участием средств федерального бюджета, и с участием частных инвестиций компаний, что немаловажно. Это как раз гарантия, что и государство, и бизнес вкладывается в создание новой инфраструктуры, которую потом они просто не смогут оставить, бросить и осуществлять поставки в какое-то другое место, потому что иначе экономика их бизнеса, она перестанет быть маржинальной. Поэтому создание таких инфраструктурных решений, новые, опять же, маршруты, закуплены новые контейнеровозы, новые суда, которые помогают нашим компаниям доставлять продукции в восточные порты. Вот из такой инфраструктуры просто так одним днем не выйти или одним годом не выйти. Конечно, ситуации бывают разные. У нас такие же поставки были и в Евросоюз. И вот сейчас мы уже за почти полтора-два года перестраиваем эти поставки. Но, как мне кажется, вот такие инфраструктурные решения, они позволят удержать как минимум на том же уровне поставки страны Азии. И мы надеемся, что когда начнут увеличиваться поставки в европейские страны, они точно начнут, потому что наша продукция конкурентоспособна и востребована, мы просто будем увеличивать объем экспорта. А вот когда вот эти проекты инфраструктурные как раз в сторону Азии, они будут готовы, потому что сейчас есть железная дорога между Китаем, Транссиб, она, по сути, как бы он один. Есть как бы еще КВЖД, такая старинная дорога. Помимо того, есть автомобильные маршруты. И я, когда изучал особенности работы таможенных переходов, обратил внимание на то, что, например, в Китае у них уже полностью функционирует система умной таможни. Это когда приезжает автомобиль, его сканируют насквозь и пытаются автоматизировать этот процесс анализа машины, чтобы люди вживую не осматривали его по несколько часов. У нас в то же время вроде говорят про умную таможню, пока вот не реализовано. И вот когда вы ожидаете, что все эти инфраструктурные и таможенные проекты будут готовы? Потому что сейчас, по мнению многих экспертов, у нас транспортные маршруты не до конца справляются с тем спросом, который есть со стороны и российских, и, грубо говоря, азиатских там партнеров, которые хотят к нам что-то продавать. Ну, безусловно, есть отдельные сложности при загруженности погранпереходов, особенно наземных, сухопутных погранпереходов на границе между Россией и Китаем. Безусловно, были в прошлом году проблемы и с загруженностью российских портов Дальнего Востока. У нас были случаи, когда порт, там, Находка, порт, порт отдельный Владивостока были заполнены более чем на 120% от своей проектной мощности. Но надо сказать, что было принято ряд решений, которые позволяют до создания, например, там, второй ветки ЖД, и можем ее как угодно назвать, вторая ветка Транссиба, там, БАМа, но вот до этого момента создать такой поток, который позволит, так скажем, растащить те контейнеры, которые скопились в прошлом году. Это уже удалось сделать. Спасибо большое нашим коллегам из Минтранса и РЖД, которые поставили, например, всего лишь два контейнерных поезда дополнительных на вывоз контейнеров из портов Дальнего Востока, и ситуация уже стабилизировалась, и сейчас загрузка составляет не более, там, 75-80% в зависимости от текущей ситуации, что уже помогло нам. Второе, существуют временные правила недискриминационного доступа к железнодорожной инфраструктуре. Тоже коллеги из транспортного блока правительства много над ними работают, мы даем свои предложения, и правила позволяют так приоритизировать грузы, которые, в принципе, равноправно и равномерно позволяют и вывозить экспортные грузы, и получать импортные грузы оттуда. Что касается инфраструктуры, мы же здесь ведем речь о разных вопросах, то есть есть сложные инфраструктурные решения по, например, вот как мы уже говорим о создании там новой ЖД-ветки, понятно, что это осуществляется строительство годами, и финально, финализации там нового облика транспортной инфраструктуры, как там задачу это поставил председатель правительства, мы ждем к 35-му году. Но отдельные решения планово ежегодно будет вводиться, над этим плотно работают коллеги из Минтранса России, и уверен, что с каждым годом ситуация будет лучше. Но сразу отмечу, что многое зависит и от наших партнеров, в первую очередь коллеги из Казахстана, потому что многие транспортные маршруты проистекают, в том числе по их территории, мы здесь плотно с ними работаем, чтобы решать вопросы, которые возникают на государственной границе между Казахстаном и Китаем, либо при пересечении территории Казахстана на территорию Российской Федерации, ну и другие транзитные страны, которые, конечно, понятно, что в первую очередь заинтересованы в вывозе собственной продукции, потому что это их экспорт, это их добавленная стоимость, но вместе с тем мы должны договариваться, чтобы и российскую продукцию они могли в приоритетном порядке предоставлять возможность провозить. Спасибо, Роман Андреевич. Спасибо. Это было специальное интервью, и сегодня у нас в гостях был директор департамента по международной кооперации лицензирования в сфере внешней торговли Минпрометолога России Роман Чекушев. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова